Привет, земляне! Я Юрий Сатурмин, и вы на моём канале Сельский Шуденник. Сейчас будем заниматься делением семьи. Вот этой семьи. Значит, для чего мы это делаем? Во-первых, для того, чтобы не допустить раяние. Это вторая причина расширения пасеки. И третья причина, нам нужно вырастить своих маток. Ну, принцип здесь такой. Значит, делим семью ровно пополам. Все рамки с расплодом, с открытым расплодом и закрытым расплодом делим пополам. Ставим кормовые рамки по краям этих двух отводков. Матку мы не ищем. Куда она попадёт, туда она и попадёт. Та часть, которая окажется без матки, почувствует сиротство и начнёт выращивать свою матку. свою молодую матку. Что нам и нужно. Они начнут выращивать сразу несколько маток. И мы используем этих маток для последующих отводков в более слабых семьях, которые разовьются к тому времени. Ну, в принципе, время покажет. А пока начнём. Итак, земляне, начинаем делить пчелосемью на пол лёта. Чуть-чуть подымим. В книжках написано, что нужно сделать пару движений, значит, в литок. Ну, я ещё ни разу этого не встречал. Кто так делает, напишите, пожалуйста. Итак, семья развилась до 16 рамок. Улей на 16 рамок у меня. Каркасный улей. 16 рамок, два корпуса. И магазинная надставка. Смотрим. Вот. Пчела заполнила, в принципе, весь улей. Первая кормовая рамочка. Переставляем во второй улей. Ещё одна кормовая. Вот, пожалуйста, напрыск есть. Хотя погода холодная, и, в принципе, нектара принесли очень мало. В некоторых улях, в слабых семьях я даже подкармливаю. Немного. Для того, чтобы матка продолжала червить и набрала силу к более хорошим погодам и к взятку. Основному взятку. Делим семью пополам. Смотрю, чтобы попало в оба уля открытый расплод попало, чтобы та часть, в которой не будет матки, могла вывести себе новую матку. Сильный ветер. Для таких съёмок вообще хорошо было бы иметь микрофон, петличку или узконаправленный микрофон. У меня такого нету, поэтому получилось не очень хорошо, и звук пришлось, как видите, перезаписать. Поэтому, опять же, наблюдаю сам за своими действиями, повторяю, комментирую их. Поэтому, может быть, немножко несоответствие. Вот, наблюдаю. Пытаюсь найти матку, так между делом может получиться. Но, как правило, в этом плане я её не ищу. Да и не знаю, зачем её искать. Тратить на это время я вообще стараюсь не искать матку, как правило. Пчеловодство у меня любительское. Поэтому определяю наличие матки, в принципе, по вторичным признакам. И не меняю матку каждый год. Матка меняется по весне, когда объединяю семьи в зиму, если это необходимо. Или происходит тихая смена матки. Такое тоже допускаю. Количество пчелы достаточно для деления. Мисочек ещё нету. Ещё в роевое состояние семья не пришла. Так что всё нормально. Это, в принципе, одна из самых сильных семей из моих пчелосемей. Есть ещё парочку. Из зимы вышло несколько слабых семей. Я вам их показывал в предыдущих роликах. Сейчас осмотрим все рамки, чтобы не ошибиться. Но, как говорится, всё может быть, всё может статься. Вот, пожалуйста, расплод. Стараюсь всё сделать так, чтобы было равномерно. И в одном уле, и во втором уле приблизительно одинаковое количество расплода. Вообще считаю, что деление на пол улёта – это наиболее правильный, наиболее естественный способ деления. Но не всегда так получается. Если есть место, если правильно расположить улью, в принципе, это, как бы, оно нормально получается. А когда улья в разных концах пасеки или сада, как у меня бывает, нет возможности передвинуть, то деление на пол улёта не всегда подходит. Следующую семью я буду делить, наверное, другим способом. Она у меня у лежаки на 24 рамки. Видео об этом будет позже. И так у нас получится два отводка, два разделения семи по 8 рамок к каждому уле. Так как я сейчас озвучиваю чуть позже, значит, здесь у меня, наверное, получилась ошибка. Раньше, до этого года, я никогда не ставил улей, в которые буду переселять, рядом с ульем делимой семи заранее. Всегда ставил сразу, во время деления. А в этом году поставил, поставил его заранее рядом, поэтому, раздвинув улья на одинаковое расстояние от рабочего летка, улья не пошли в тот улей. Пчёлы не пошли в тот улей. Ну, поровну. И пришлось вот этот улей, в который я переставляю часть рамок, двигать ближе к месту, где был основной леток. И тогда лётная пчела более-менее равномерно перешла в этот улей. Пчелы достаточно. И если бы ещё чуть-чуть, так и началось бы роение. Вот, уже пошли кормовые армии. рамочки, а тут три штуки. У нас получилось, значит, три-шесть кормовых, даже не шесть-семь, по-моему, и восемь рамок, восемь или девять рамок с расплодом. То есть, каждой улей получилось по четыре полноценных рамки с расплодом. Ещё раз проверяю наличие корма, расплода на рамках. Всё, выставляем как положено, формируем гнездо. Снаружи кормовые рамки, потом мёда перговые и посередине рамки с расплодом. Вот, принимаю решение, заменить рамки, поменять местами, чтобы наличие расплода было одинаково в первом и во втором улье. Кстати, об укрывочном материале. Вот мешки. Я перешёл на них, потому что... Ну, почему? Потому что они очень доступны, дёшевы. Говорится, дёшево и сердито. Ещё не пробовал с целлофаном. Не знаю. Можете попробую. Но пока так. Потому что найти тканевый холстик в хозяйстве довольно проблематично, а покупать довольно дорого. Поэтому я становился на мешках. Он как раз по размеру, в принципе, вот такой мешочек укрывает... Ширина 50 сантиметров укрывает как раз по ширине все рамочки. Сейчас вот смотрим. Основной литок здесь. Сейчас мы будем двигать один нулей на одинаковое расстояние от основного литка. Сейчас вправо я буду двигать. Пули достаточно лёгкие. Каркасный. У меня есть видео по его конструкции. Он не такой уж тяжёлый, поэтому не удивляйтесь. В принципе, сдвинуть его таким способом довольно-таки просто. Хотя он и 16-рамочный. Вот сейчас улей находятся литки, вернее, которыми я открыл пчёлам находятся на одинаковом расстоянии от того места, где был основной литок до этого. В принципе, вот и всё. На этом заканчивается деление семи на поллёта. Ули закрываются. После этого необходимо понаблюдать действительно, как возвращается лётная пчела в улей. И при необходимости сдвинуть улей, которые переставили рамки то ли ближе, то ли дальше от того места, где был основной литок. Итак, мы разделили семью ровно пополам. Теперь вся лётная пчела теперь вся лётная пчела будет, которая вылетит в улей, будет половина возвращаться в этот улей, половина будет возвращаться в этот улей. Потому что мы отодвинули их на одинаковое расстояние от того места, где был литок до этого. Через несколько дней мы заглянем и посмотрим в каком из этих улей пчёлы начали выводить новую матку. А пока-пока. До следующих видео. Заходите на мой канал, подписывайтесь, оставляйте лайки, дизлайки, пишите комментарии и поделитесь этим видео с друзьями. с друзьями. Субтитры и субтитры